Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости» Соломонова, 7 глава. В окончании предыдущей главы премудрый наставник обещал показать нам начало премудрости с тем, чтобы с большим желанием мы хотели бы приобрести ее, а сугубо те, кто почтен властью земной. И в этой главе он исполняет свое намерение. Говорить же начинает о себе. «И я, человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного». В этих словах напоминает о ограниченной, взятой от земли, тварной человеческой природе, богодухновенный учитель, и себя никак не отделяет от нее. Напоминает, что есть человек, взятый от земли, и только духом божественным, преображенный в особую личность, в царя окружающей и созданной природы. «И я в утробе матерни образовался вплоть в десятимесячное время». Нам более привычно понятие о девяти месяцах, но имеется в виду, что некий минимум девятимесячный должен исполниться для благополучного рождения в десятый месяц от своего зачатия. «Сгустившись в крови от семени мужа и услаждение, соединенного со сном». Некоторым образом тайна сна символизирует собой тайну зачатия под сердцем матери новой жизни, так сказать, неведомого для человека таинства зачатия, ибо никакие действия отца и матери не могут объяснить того чуда, которое определил Господь для умножения рода человеческого и исполнения его заповедей. «Проплодитесь и множите, и множитесь, и наполняйте землю». «И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю». Напоминает нам наставник и о том, что край сей земля наша есть место изгнания, в которой все мы оказались в поврежденной природе, лишенной мира внутри себя, мира друг с другом и мира с самим Богом. «Первый голос обнаружил плачем, одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах». Одинаковый со всеми плач при рождении от матери знаменует собой тот первородный грех, от которого все сыны и дочери Адама не свободны. «Скормлен в пеленах и заботах, ибо заботы неизбежно пришли после грехопадения в человеческую жизнь, ибо ни один царь не имел иного начала рождения». И этим повествованием о себе смиряет наш повествователь учительный и всякую гордыню, всякий вспомни свое младенчество, свою беспомощность, свою увлажненность в пеленках младенческих. И не надмивайся более, чем того стоило бы делать. И для всех вход в жизнь, один для всех вход в жизнь и одинаковый исход, как рождение всякого от матери своей в немощи и плачи, так и исход в немощи и расслаблении, разрушении всякого телесного состава, та неизбежная правда о каждом, помня о которой, удобно не надмиваться. Посему я молился, и дарован мне разум. Итак, сознавая свою тленность, сознавая ограниченность свою, тварность свою, надлежит неизбежно разумному существу обратиться к источнику своего бытия. И это возвышение ума и сердца к Богу и называется молитвой. И дарован мне разум, как и обещал апостол Иаков, всякому не имеющему разума даст Господь, если он будет просить, а Господь подает всем просто и без упреков. «Я взывал и сошел на меня дух премудрости». А здесь уже он в более высоких качествах говорит о своем прошении и о том, что получил. Не просто, а хладно и рассудительно попросил, но взывал из глубины души, из глубины воззвах тебе, Господи, и сошел на него не просто разум, как способность что-либо оценивать или взвешивать из земных предметов, но сам дух премудрости, присущий Господу. «Я предпочел ее премудрость скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею». Вся книга «Премудрости» Соломоновых возвещает нам о том, как и сам царь, некогда призванный в краю Гаваницком просить у Бога любого дара, не просил ни власти, ни богатства, ни долголетия, но просил сердце разумное, чтобы править столь сложным народом, которым был уверен его царствованию. «Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что пред нею все золото — ничтожный песок, а серебро — грязь в сравнении с нею». И так не только земное благополучие, но и сами земные сокровища, то, что более всего ценят люди на жизненном пути своем, стараясь на них опереть свое благополучие, и золото, и серебро, называет он ничтожным песком и грязью. «Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. И так, как не прекрасна красота земная, как не блистательны ее здоровье и изобилие, благообразие и благополучие, как не светло, то, чем окружены мы в благополучии земном нашем, не сравним свет премудрости с нею по величию своему, ибо он неугасим, в отличие от всякой красоты земной, которая подобна цвету, цветку, распустившемуся на стебле. Едва высыхает стебель, трава сия, оказывается, не способна снабжать соками жизненными цветок, и он опадает, так и всякая красота земная. А совершенство премудрости неугасимо, свет ее нетленен. А вместе с нею пришли ко мне, все блага и несметное богатство через руки ее премудрость является посредницей к всякому другому приобретению, несравненно менее важному, чем приобретение ее самой. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она виновница их. началом всяких благ земных представляет премудрый наставник премудрость, поскольку они не только подаются ею, но и ею устроены от сотворения мира. Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатство ее, говорит наставник о том, как просто и искренне было его намерение освоить премудрость и открыть для нее сердце свое. Как принимал, говорит он, так и учительствую. Сам, приобщившись ее совершенством, я в той же простоте, как это постижение происходило, сам становлюсь источником наставления для окружающих меня с той же детской простотой, с какой учился, с той же детской простотой и раздаю, потому придите и вы в простое и ясное детское устроение жаждущих правды и получите, как получил это изобилие я сам. Ибо она есть неистащимое сокровище для людей, пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Как любит своих учеников этот наставник, как радуется он за них, как воодушевляет он их к усердному ученичеству, зная, что не земное лишь какое благо, сообщает он им через свое наставничество, но вводит их в содружество с Богом. Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Что это за воздыхание учителя? Не ты ли преисполнен слов при мудрости, как в изобилии родник, готовый питать всех и вся, но и в этом положении замечает он некую опасность, потеряв смиренно мудрие, лишиться и дара разумно руководствовать и достойно мыслить о дарованном. Господь был руководителем по учению, Господь же остается наставником и по учительству, и забывший об этом впадает во всякие искушения, ибо в руке его и мы, и слова наши, и всякое разумение, и искусство деланья. Об этом не забывает только тот, кто перед всяким обращением к народу, перед всяким словесным служением обращается к источнику всех благ с молитвой о даровании слова в пользу и созидании слышащим. Сам он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. Будем помнить, что как невелики земные науки, но и они могут обольщать и переводить человека от одного взгляда к другому, от одного определения к противоположному, но неложное познание подает только тот, кто сотворил все сущее, к чему обращены наши взоры и исследования. Ибо в руке его и мы, и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Сам он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. Есть нечто непоколебимое в мире, в его законах, на которых он зирдится, а есть нечто изменяемое, как бы находящееся в постоянном движении, что именует наставник стихиями и в стабильном и неподвижном, и в том, что постоянно изменяется, оказывается утвержден, исполненный премудрости. Начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. В этом перечислении видим мы различные аспекты земной жизни, которые открывает Бог любящим премудрость. Времена имеют свое движение, свое начало и продолжение, свои серединные периоды, в которые надлежит обозреть прошлое и запланировать будущее. Есть некоторые повороты и изменения десницы Вышнего, проявляющиеся в разных временах, мирных и военных, тихих и сметенных. Круги годов и положения звезд, говорит, он открывается любящими Бога, с тем, чтобы ты не пристал к какой ереси звездочетов, считающих будто из-за положения звезд и обстоятельства земные меняются. Природу животных и свойства зверей, даже там, где, кажется, действуют только инстинкты, есть место веденью человеку ясно мыслящему и просвещенному премудростью. Стремление ветров, а что может быть более неуловимо, чем передвижение воздушных масс, и мысли людей, которые, кажется, тем более далеки от контроля и усвоения, различия растений и силы корней, все доступно премудрому. познал я все и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Исчислив все эти стороны бытия и не найдя в них чего-либо закрытого от премудрости, я убеждаю в том, говорит любомудрый наставник, что ищущий премудрости во всем находит и порядок, и знание. Она есть Дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Так, исчисляя все добродетельные земные свойства, присущие Духу, он говорит о том, что и самые бесплотные силы подчиняются ему, и этим перечнем совершенств, как предоставляя перед нашими очами любоваться блистанием и переливами какого-нибудь бесценного бриллианта, он убеждает довериться совершенно действию премудрости в сердце своем, которое поможет правильно понять все, что происходит и на земле, и под землей, и на небе. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. И вот главный закон ее благоволения к человеку — это очищение собственного сердца, ибо она присидит Божественным престолом, причастна его святости, потому всякий ищущий ее да освещается, да очищается, да ищет принять ее чистым сердцем. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости его. Бог пребывает в совершенном беспокойстве, в совершенной тишине и мире, в совершенном блаженстве, и именно через премудрость, как через действие света своего и энергии, он приобщает и сотворенного человека к своей божественной жизни. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род, святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Теперь мы видим эту от Бога исходящую премудрость, как бы обличенную самостоятельную личностную волю, которой она избирает себе достойных и, перемещаясь в них от поколения в поколение, составляет из возлюбленных ею, исподобившись быть ее вместилищем, некую золотую цепь связи с Богом через поколения человеческие. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью, и из них составляется некий сонм любимцев Божьих. Она прекраснее солнца, превосходнее сонма звезд, и в сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Этот гимн премудрости заканчивается воспеванием ее света, превышающего свет солнечный, ибо это есть свет умный, свет благодатный, свет присущий самой славе Божьей, потому никогда не пристает, и воистину во тьме светит, и тьма, именуемой тут злобой, его никогда не обымет. божьей, руки спи зацепи,